Я Рэй, и решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе, мой зритель. Даже несмотря на то, что у меня появилось какое-то количество вкуснях, мне нужно, во-первых, вот эту штуку, дыхательный НЭЗ, не знаю, почему его переводят как НЭЗ, модуль, короче, для выживания. Понабрал всякой фурнитуры на эти деньги, короче, просто развлекался как мог, строил, конечно, долго, причем, долго не строил, а именно придумывал, как это будет, то есть, ходил там, думал, и вот самое теперь главное, мы получили наконец-то КИНЕЗ, это набор экологической защиты, как они перевели, ужас. Эти специализированные устройства помогают вышить в негостеприимных условиях, бла-бла-бла. Придумали бы просто скафандр, нет? Нет, НЭЗ. Да, единственное, что, конечно, света мы теперь давать не будем, да, то есть, чтобы светить, нам нужно будет что-то придумать. Ну, вот эта штука, кстати говоря, немножечко так подсвечивает, как вариант. Либо можно сделать шахтерскую каску, кстати говоря, давайте возьмем на всякий случай, возьмем шахтерскую каску, чтобы нам было удобно, да, она делается, если я правильно помню, тоже здесь, или нет? Да, делается она не здесь. Да, мне дали некоторое количество дюрастали, не знаю, это был редкий дроп, второй раз, кстати, когда зашел в подземелье Флоран, дюрастали уже не дали, то есть, это было так. Видимо, похвалились, порадовались. Так, фонарик исследователя делаем и делаем шахтерскую каску. Нужно еще пять тканюшки. И что еще я хотел? Хотел сделать еще вольфрамовый лук, наконец-таки. Так, четыре вольфрамы и нитки. Руду я переправляю по необходимости, потому что она часто бывает нужна в квестах, а потом, когда у нас появится еще экстрактор, то есть, очистительный завод, то мы сможем ее просто в пиксели переводить, да, излишки, если будут. Так, шахтерскую каску делаю. Делаю шахтерскую каску. Для чего? Если вдруг мне нужно будет, именно не в бой эти, да, а вообще. Да, тут у меня просто прикид такой, я флоранец, типа. То есть, модуль выживания у меня будет, как рюкзак. Это все будет работать. И вместе с тем я буду увидеть свет. Ну, вот, например, я сейчас... Атмосфера у меня отсутствует, но место, что да, у нее, видите, она только влево-вправо работает. Ну и, пожалуй, единственный минус. Но хоть что-то, ну и опять же, вот этой штукой подсветить, там, как она медленно в воде булькает, и вообще. А так, это вообще скоростной выстрел, да, под водой. Ну, как бы в пещерках, если что, не в пещерах, а в то место, куда нас, на самом деле, направляют, эта штука нам может и понадобиться. Бам! Как мне нравится, вообще. Зря я сразу так не оценил гранатомет, это вещь. Снайперка, кстати говоря, как оказалось, пирсинг, выстрел, это выстрел всего лишь навсего, поражающий просто несколько целей. Вот, поэтому от снайперки я отказался. Ладно, пока вернем, как было. Вернем, как было. Или ладно. Просто касочку будем теперь тоже с собой. Еще один слот забьем себе, да. Так, это все нужно будет отдать, сдать. Вот, можно, в принципе, таскать и так, и так. Вот иногда народ таскает. То есть, если что, перекидывает туда-сюда. Тоже вариант. Для чего все это было нужно, да, для чего все это было сделано? Так, только лук я не сделал. Мне нужно топливо. Бак у меня уже 9100. То есть, инженер время от времени просто ее торгает, она его делает огромным. Увеличивает, увеличивает. Куда? Насколько? Я не знаю. Ну, вот. Ну, вот так как-то. Щиты. Да, щиты я начал просто выбрасывать. Точнее, продавать некоторые, потому что они, как оказалось... Ну... Названия могут быть придуманы, короче, придумываются игрой на лету. То есть, есть суффиксы, есть префиксы, есть суффиксы, и все. И вот... Поэтому... Смысла коллекционировать каждый суффикс в префикс, нет. Поэтому я решил коллекционировать только вид. Вот. Ну, иногда там смотрю, что покруче, то и оставляю, то и продаю. Повреждение 12,2. А сколько у копья? Ну, вот не указано, сколько у копья повреждения, к сожалению. Ну, а кирку мне дали. На, забирай ее сразу. Продажа. Кирочку, на, продаем. Так, этот лук я оставлю все равно как память. Вот. Ну, а пострелять им надо. Надо пострелять им. Куда бы его только воткнуть. Жалко, что он не одноручный, а. Вот просто ужасно жалко. Так было бы классно. Ну, в смысле, что фонарик бы с ним вместе. Ну, потестим, что. Мне просто интересно. Так. Ну, скорость натяжения не очень большая. Кстати, да, за кадром я, наверное, здесь сделаю ловушки из этого домика. Будет такой спуск. И там будут ловушки для шелка, для шелкопрядов. Потому что на лесной планете все-таки не хочу. Они, кстати говоря, кажется, работают. Вот они работают. Так, ну, мне монстры нужны. Вот я вижу монстра. Привет, монстр. Ну, не в Крите, в принципе, добивает, да? Так, попробуем вот этого еще. Так. О, в Крите 25. Ну, не убивается даже на этой планете. На самой первой с одного выстрела. Ну, наверное, птиц хотя бы будет с одного выстрела убивать. Я надеюсь. Ну, чуть-чуть легче, кстати. Убивать чуть-чуть легче. Ну, не... Немножко не то. Скопья все-таки урон побольше. Так. И, наверное, да, отправимся, отправимся, отправимся. Мы... А почему бы даже не на ближайшую луну? Только давайте здесь поставим закладку. Мне так пока только одна закладка, да? А если поставим еще одну закладку... Фарм... Фарм... Кволоний. Просто что было в закладке? То есть, первая у нас... Ну, получается, людская планета. Да, летим мы на луну. Зачем? А потому что иначе с луны нам не выбраться никак в другую систему. На луне есть топливо. Очень важное топливо. Эрчевое топливо. Которое бывает в двух видах. Первый вид. Кристаллы. Второй вид. Непосредственно жидкость. И меня на самом деле больше всего интересует непосредственно жидкость. Но повезет ли мне с жидкостью или нет? Это огромный, огромный вопрос. Так, давайте только проверим, что у нас все хорошо. Монстров на луне нет за исключением всего лишь одного. Вот на луне есть только один монстр, который у вас... Может, скажем так... Качественно поиметь. Так, а куда это засунуть? Уже просто некуда пихать, на самом деле. Скорее бы уже до манекенов добраться. Исключением одного товарища... То есть только один монстр вам там опасен. Но он один. Так, все одел. Все одел. Котов. И этот монстр убьет вас с одного выстрела. Что бы вы ни делали, он вас убьет с одного выстрела. Поэтому заморачиваться, париться по этому поводу, ну особо и нет. Вариантов. Но до тех пор, пока вы не соберете хотя бы вот один кристалл. Вот сейчас один кристалл РЧМ и соберем, например, да? Ну давайте. Понеслась, что ли? Все, кристалл есть. И теперь этот монстр за нами будет охотиться. Он вас догонит очень и очень быстро. То есть практически моментально. Что-то с этим сделать, ну, вы не в силах. Он будет вас всегда догонять. Всегда за вами идти. И первое с вами соприкосновение. Чем больше, кстати, кристаллов, тем мощнее это будет дело происходить. Так, сжечь. Это на самом деле... Что? А, я заправил все-таки, да? Почему сжечь? Почему не заправить? Возвращенцы. Этих сорока лиц, на самом деле, уже хватит, чтобы вырваться из галактики. Перебраться в какую-нибудь соседнюю систему. Ну давайте просто для примера. Ну, например. Например, вот здесь, да? И, например, вот сюда. Сколько топлива надо? А сорок надо, да? Или сколько? А, ну, нужно же планету выбрать. И нет, шестьдесят пять топлива. То есть маловато. Ну, то есть много-то на самом деле на первый прыжок и не надо. С одной стороны. С другой стороны, я хочу бесконечное количество. Правильно? Правильно. Вот, и в таком случае нам понадобится немножечко подизвратиться. А именно. Так, во-первых, у нас есть волшебные пакела, которые светят всегда и везде, в любых раскладах. То есть сейчас у меня РЧ с собой нет. РЧ с собой нет. Поэтому я могу спокойненько, аккуратненько подготовить себе путь вниз. Но так, чтобы найти при этом еще, чтобы был путь к отступлению. Причем я рекомендую делать его вот таким вот широким. Чтобы, если что, у вас был вариант, скажем так, для маневра. Потому что босс, местный, не босс, а местный монстр, который за ним будет охотиться, он огромен. Он реально огромен. И просто так от него, скажем так, убежать, ну, очень сложно. Видите, у меня сейчас РЧ нет. И, ну, и монстры меня, в принципе, не трогают особо. То есть можно было бы просто побегать, пособирать по поверхности. Но, опять же, это разве мой путь? Нет, это не наш путь. Я хочу сделать просто одну вещуху, штуковину, которая будет просто сильно видоизменит вообще процесс того, что нам не будет вообще такой необходимости, как ходить за РЧМ вообще. То есть на Луну мы будем ходить уже только тогда, когда нам будет это интересно. не тогда, когда вот это вот нас потребует, да. По-моему, я кое-что нашел интересное. Именно в той стороне. То есть на Луну мы будем ходить тогда, когда нам это будет нужно. А не тогда, когда за нас решит, что вот вы должны заправиться. Нет. Мы будем делать так, что... Нет, мне показалось. К сожалению, мне показалось. Я ищу просто-напросто Эрчевое болото. Если я найду его, это можно найти и здесь. Давайте пока аккуратненько просто побегаем. Мы же все равно не будем сейчас Эрчи собирать. Правильно. Так, надеюсь... Здесь у меня Эрчи не выпадет. Что-то пока, ребята, не везет. Ну и я надеюсь, что повезет. То есть я вообще на Луне спокойно. Очень спокойно. И я, кажется, нашел наконец-таки... Малое количество, правда. Малое количество нашел. Небольшой образец Эрчев. Это же он. Да, это он. Это он, ребята. Небольшая такая лужица. Жидкость. И она меня крайне интересует. Мне нужно большее месторождение. Чуть-чуть большее. Вот оно. Так, наша задача теперь. Задача наша такова. Собрать очень-очень быстро весь Эрчий. Сейчас мы только Эрчи не собираем. Готовимся, готовимся. Готовимся к тому, чтобы потом это просто быстро собрать. Так, надеюсь, у меня нет. Собой нет. Нет, с собой нет этой жидкости. Хорошо. И чтобы быстро убежать отсюда. То есть у нас две задачи. Быстро собрать. Быстро убежать. Все. Других задачи просто нет. По пути получится, если схватить еще этот. Прекрасно. Схватим еще и этот. То есть и быстро-быстро-быстро сдрапать от монстра. Все, в принципе. Ну, давайте рискнем. Как только у нас появится Эрчий, сразу до нас начнет докапываться монстр. Причем хоть жидкий, хоть твердый. Да, об этом нам сообщает сразу же. Все, все собрал. Надеюсь, все. Теперь быстро-быстро отсюда. Просто умопомрачительно. Быстро сваливаем. Ну, по дороге, если что-то получится схватить, то, конечно, хватаем. Ну, вот так. Без фанатизма. Без фанатизма. Потому что догонит очень быстро. И много нам не понадобится потом. Отправляемся на корабль. Задача, в принципе, выполнена. Задача выполнена. Только куда бы теперь нам девать этот весь наш Эрчий. Чтобы он при этом не был там. Да, не хранился. Чтобы я его случайно не спалил. И чтобы со мной его не было. Что тоже немаловажно. Так, ну давайте сделаем так. Да, наверное, давайте всю жидкость сюда. Раскидываю, за исключением просто воды. Или ладно. Кроме Эрчия. Пускай здесь только будет пока Эрчий и все. Так, кристаллы. А где наши кристаллы Эрчевые? Кристаллы я же собирал же. Где? Нет, я же собирал же Эрчий. Просто как... Просто как Эрчий. Где он? Кстати, а нефть нельзя? Не, нефть не подходит. На твою дивизию. Где ты находишься? Где ты находишься? А, вот они. Они в основной инвентарь почему-то падают. Ну да ладно. Все, заправляем. Сюда пока скидываем. Да, я не буду выбрасывать. Это памятная вещь. Как и первые наши самые мечи. Самый первый. Кстати говоря, зря я не сканировал. Если вы начнете новую игру, обязательно сканируйте на входе. Вы прям как только зайдете, да, в игру. Если у вас будет этот инструмент, а он кажется там есть. Сразу все-все-все-все-все обсматриваете в колонии. Я около Сакуры. Или не около Сакуры. Не помню. В самом начале тоже можно было взять, кроме плаща, еще один такой уникальный головной убор. Цветочек. Ну, обойдемся без него. Что уж делать. Как-нибудь переживем. Но самое... Я наберу уже за кадром немножко еще Эрчия. Вот. И мы, в принципе, готовы, на самом деле, отправляться теперь в путь, куда хотим. Для нас теперь все планеты открыты. Все, что нужно, открыто. И мы можем уже лететь, куда захотим. Но есть еще кое-что, о чем, да, хотелось бы тоже вам поведать, прежде чем отправиться. С вами был я, Рэй. Пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих эпизодов. Понравилось видео? Не будь редиской. Поставь лайк и оформи подписку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!